Температура максимального обмена печени равна 38 градусов. При 38 все обменные процессы идут отлично. Я, забегая немножко вперед, могу сказать, что психозы у людей развиваются тогда, когда температура печени падает. Бессонницы, когда температура печени падает. Да, а вот один из моих пациентов пришел ко мне. И говорит, Александр Алексеевич, вот я 10 дней пролечился, да, живот отлично, ничего не болит, все здорово. А как же жировики на теле? А что нужно сделать? Сделать не буду, все равно. Как не буду? Скажи. Я говорю, нужно делать клизмы. Вот как раз с кофе приходит Константину ни одного жировяка на теле. Тут уже удивился мой Константин. И мне смс подбрасывает, Тимофеевич, а ты знаешь, вот тот, которому ты порекомендовал, у него все жировяки исчезли. Я говорю, молодец. Я говорю, Костя, это твоя заслуга. Я говорю, ты его убедил. Я его просто уговорил, чтобы он клизму сделал. Пришлось ему костолку добавить, потому что... Ведь печень регулирует жировой обмен. И, собственно, вот эти жировяки, они образуются тогда, когда идет мощная интоксикация, организм не справляется с токсинами, и он их хоронит. Делает могильники захоронения этих токсин. Как только начинается... А вот этот же кофеин, он входит активно в связь с токсинами, и часть токсинов нейтрализуется. А при миомах тоже возможно? Ну, а миомы, это как следствие. Или фибрион, они не занимают. Дело в том, что там, конечно, немножко отличается процесс, но здесь нужно понимать, что есть ряд сочетанных. Ведь она не просто так бывает. Застойные явления. При застойных явлениях бывает горшок, составлен на один же часть живота, и потом образовался миом и щеки. И такие случаи. А если сочетанное, гормональный фонд, плюс нарушение микроцикуляции кровоснабжения, да плюс еще кровоснабжение, отсутствующее в самой миоме. То есть, в данном случае, там, обычно в нашей медицине идет когуляция, там, сосуды. А ведь, что их передавливают, если они уже передавливают? А наша задача их, наоборот, открыть. И когда открывается, усиливается кровоснабжение, а кровь сама решает эту задачу. Ну, при фибрионах, в принципе, так. Да. И вот представьте, как пример, привожу. Приходит женщина с дочкой, она сама доктор медицинских наук, врач-гинеколог, который занимается ЭКО. Ее дочь четыре раза делали... Не приживается. Я положил дочь, а там мощная ишемия брюшной части аорты, естественно, подвздошных артерий. А питание матки осуществляется от этих подвздошных артерий. Я говорю, а вы подойдите сюда, я вам сейчас объясню, почему она не может родить. И когда я ей показал эту аорту, вот эти подвздошные артерии, плотные, напряженные, я говорю, как здесь может она родить, если крови нет в матке. И поэтому, да, два-три месяца выброс, два-три месяца выброс. И никогда женщина не родит, если вот такая проблема присутствует. А вы, зная это, вот здесь вот размяли, здесь вот освободили, все, кровь пошла, смотришь. Или маточные кровотечения. А с чем оно связано? С переполнением печени. Однажды, опять тот же канал, к нам пришла целая комиссия, там, снимать фильм. Наши доктора постарались, рассказывали, все. А потом выходит программа, и все, что мы говорили, это все похоронили. Мы полдня им отдали от рабочего времени, от отбидывали докторов, а не такую фигню. Я начал звонить туда, они говорят, а если бы вы заплатили, мы бы для вас сделали. Оказывается, им заплатили, я говорю, так вы же, что, нас так опустили, и плюс еще, за наш счет? Конечно, естественно, врач весь заросший показывает, папилломы висят, и он начинает рассказывать, да это все, это дуриловка, это обман, это шамаизм, что многие страны, а вот что знает о странах? Он хоть ездит по этим странам, по медицинским центрам? Нет, конечно. И будучи в Соединенных Штатах, я видел университеты, видел, как работают с этими темнополевыми микроскопами. Там у каждого атлас огромный, и на этом атласе вся кровь рассматривается, как выглядит эритроцит, как поэкилоцит, как эхиноцит, как паразит, и какого типа паразита. А там даже, вообще слов нет, если мы даже выдернули ресничку из глаза, туда, под покровное стекло, и видно плеч Демодекс, который шевелится, дрыгается. Взяли, переключили на сотку, сто тысяч увеличения. А теперь видим, как по этому клещу прыгают блохи, и его кусают. Нифига себе. Хорошо, как бы еще увеличить, попытаться эту блоху посмотреть. Почему она попрыгивает? Так что, да, так что, получается, что такая бесконечность, что туда, что туда. Так же, как и галактика, а ведь тысячи этих галактик. Мы даже не можем представить, что это такое, что это за величина. Если вы наберете в интернете город богов, то вы увидите плавающий город в космосе. И ни одна физика, ни одно научное обоснование не могут объяснить этому феномену, почему город плавает в космосе. А это снято НАСА, и причем информация снималась, когда спутник летает, не один университет снимает, а много университетов. И эта вся информация, она попала в университеты разные, и вот начались дебаты. Что же там летает-то? Что же там, какой город? Если представить, увеличить то, что камень в этом доме, который там просматривается, улицы, он равен чуть ли не величине Луны. Представляете, лунные камни такие обоснования. И какие же боги там проживают? Вообще, конечно, сейчас время такое, когда много интересного и непонятного, и наука не может многое объяснить. Тот же фактор, когда два физика сидят, движение электрона, ну и поворачивает электрон. Он пишет работу, другой физик садится, а он не поворачивает, пишет. Снова садится другой, повернулся. Оказывается, у этого, если желание есть повернуть, он поворачивает электрон. Вот как та девушка, которая наворачивает. И получается, что физика, вот она физика вся. В нашем воображении, мы все с вами, это электроны, и мы электроны. Только разной плотности. Вот представьте, как мы, опять же, интересно устроили. Вот у нас желудочки мозга, а вообще мозг наш плавает в воде. Мозг, черепушка. Это на тот случай, если мы с вами головой ударились, то чтобы мозг не врезался в костную ткань, не разлетелся, вода, жидкость, ликвар, это как амортизатор. Так вот, этот ликвар в желудочке мозга, его постоянно, как амортизатор вырабатывает. В сутки вырабатывает от 150 до 180 мм. То есть мозг плавает. Так вот, представьте, вырабатывается желудочками, потом стекает по перегуральным пространствам позвоночника, и всасывается в венозное русло малого таза. И это так постоянно. Так вот, если представим хлебактерический период у женщины, когда начинаются приливы и отливы, как это объяснить? А очень просто. Если нижняя часть живота становится плотной, одевеневшей, вены не принимают вот эту жидкость, то давление ликвара начинает работать на голову, сдавливая мозги, и вот тогда начинаются разные приступы. То жарко, то холодно, то, знаете, признак, то депрессия, то возбуждение. И вот эти вот непонятные явления, когда женщина становится неуправляемой. Многие не управляют своей эмоцией. А вот оказывается, участие населения, вот это вызывает еще одну проблему, эпилепсию. То есть, представьте, давление, особенно у детей, давление возрастает, и тогда наш мозг становится как поршень. На него давит жидкость, и мозг входит в зацепление со спинно-мозговым каналом. Заткнуло канал. И по теории, то вот эта жидкость продолжает вырабатываться, она должна раздавить мозги. Но этого не происходит. Почему? Природа, видно, предусмотрела. Как только заткнуло просвет, человек теряет сознание, и головой начинает колотиться. И вот это способствует тому, что во время удара мозг выходит из зацепления, и туда, в периодуральное пространство, устремляется жидкость. И вот здесь одна интересная особенность. Если человек потерял сознание, или человек умер, то ему можно влить в сосуды до 40 литров жидкости, без изменения формы. То есть в нас находится такое количество запасных сосудов, что можно 30-40 литров жидкости влить в эти сосуды. Поэтому, если мы с вами говорим о поединках, которые устраивали в Риме, в древнем гладиаторы, то во время поединка один другому отрубал голову. И представьте, сколько жидкости, 40 литров жидкости истекало в форме крови. А когда спящим отрубали, всего 4 литра. Так где середина-то? Почему? Здесь 40 истекало, а здесь 4. Так вот, выясняется одна интересная особенность. Особенность заключается в том, что есть такое явление, как кавитация. Что это такое? Если взять жидкость, воду или любую другую жидкость, поставить на вибрирующую платформу и регулировать эту вибрацию, то можно увидеть, как объем жидкости начинает возрастать. Вода увеличивается на 1,26. А вот кровь, если поставить, она увеличивается в 6 раз, оказывается. Из объема литр можно получить 6 литров. А за счет чего? Оказывается, в нашей крови между форменными элементами растворено большое количество газовых пузырей. Это углерод, это кислород, это азот. То есть все газы, которые находятся в воздухе. И вот если дать частоту колебаний, то эти газы начинают двигаться, шевелиться, они начинают растягивать кровяное русло и увеличивается без увеличения места объем жидкости. Этим явлением занялся обоедет, потому что не было объяснений в медицине, почему, когда отрубают голову, во время движения, во время прыжков человека, истекает такое количество жидкости. То есть не получается так, что мы с вами тренируясь, бегаем каждый день вдоль заборов, пугая собак, или по залу там. А что мы тренируем? Мы тренируем включение вот этих вот запасных сосудов. Усиливаем. Как только перестали тренироваться, сосуды опять закрылись, и опять кровоснабжение идет только в необходимом режиме. И вот когда исследовали это явление, то выяснилось, что желудочки мозга, ой, желудочки сердца, теперь уже желудочком сердца, они изнутри покрыты биологическими вибраторами, которые тоже вибрируют. И когда чем больше мышц работает, а все мышцы имеют отношение к этим биологическим вибраторам, они связаны с этим вибратором, и причем каждая мышца имеет свой вибратор в сердце. И чем больше мышц задействованы, тем больше объем крови. И причем оказывается сердце, это не просто орган, который качает кровь, да нифига подобного, оказывается там такая интересная особенность. Как только импульс поступает от мышцы, идет моментальный взрыв. И вот когда таких взрывов много, то идет мощный выброс, главное, чтобы сердце не взорвалось, не разорвалось, и мышца выполняет функцию сдерживающего, давление. И вот когда взрыв происходит, вскипание, моментальное вскипание крови, то за счет этого идет толчок, выброс крови. И причем каждая мышца имеет свое представительство в сердце. И если перебить подвздошную артерию, то сразу развивается инфаркт сердца. И никто не мог раньше объяснить, а почему это происходит? Это потому, что как раз вот эта связь прерывается, и тогда сердце начинает изнутри погибать. Часть вибраторов погибает. и поэтому никогда железное сердце никто не сделает. Но за счет искусственной пересадки, когда идет стыковка, да, частично погибают эти вибраторы, но что-то все-таки приживается. Ну и если говорить о том, что через год все уже клетки меняются, обмениваются, и через год вы уже с вами каждый становится другим. потому что идет постоянно обмен на клеточном уровне. Страя клетка уходит, на ее место появляется другая. И поэтому если мы с вами начнем дрожать, вот если спать, начнем выпитывать, видите, и сразу руки, и лоб схвателось. А почему? Чем больше задействована мышца, тем больше крови, моментальное доскипание, и кровь пошла. Поэтому, когда мы с вами замерзаем, начинаем дрожать, усиливается кровообращение. Но мы опять возвращаемся к теме, связанной с гипертензией внутричерепной. Так вот, когда человек теряет сознание, когда давление возрастает, ликвард давит на мозги, включается механизм потери сознания, человек теряет сознание, начинает колотиться головой, открывается, мозг выходит из зацепления, а так как человек потерял сознание, то открывается колотеральный анастомоз, теремензий между сосудами, кровь тут же сбрасывается, ликвард устремляется вниз, растекается по венозному руслу, человек открывает глаза, счастливый, правда, язык прикусил, но приятное состояние, он этого не помнит, но помнит, чтобы было приятно, хорошо. вот такая интересная особенность. И вот как раз на Украине, в Донецке был такой случай, даже не в Донецке, извиняюсь, Воронеж, мужик, который бросил бизнес и начал заниматься медициной после этого. У него детеныш, его дочь родила ребенка, он как дед, и вот где-то на второй, на третий месяц рождения ребенка она ехала с коляской, коляска прокинулась, ребенок ударился об асфальт головой, создалась гематома, ребенок начал не просто кричать, а рать, визжать, а в конце концов и голос потерял. Делают МРТ, там возник отек мозга большой, как опухоль. Ну, естественно, хирурги говорят, нужно оперировать, иначе ребенок погибнет. Ну, дед, естественно, дед говорит, у меня деньги есть, я заплачу, только нужно, они говорят, а ничего, надо трубку вставить вот сюда в голову, и чтобы эта трубка стекала в брюшину. Это операция, причем это очень дорогостоящая операция. А так случилось, что меня Харьков пригласил. Пригласил на телевидение, я думал, там будет какая-то конференция, а тут меня одного посадили напротив журналиста, и журналист начал мне задавать разные вопросы. И один из вопросов был климатерический период. И я начал рассказывать вот то, что я вам рассказываю. я говорю, что да, для того, чтобы вот этот период был достаточно простым, нужно каждый раз этой женщине разминать нижнюю часть живота, или добиться того, чтобы в нижней части живота ни в одной точке не было боли при надавливании. А в это время он заходит, и вдруг Аголов там рассказывает по телевизору, что оказывается ликвар формируется, давление, сдавливает мозги, и если размять нижнюю часть живота, то ликвар оттекает. А это же тоже главная задача. И он опять к хирургу бежит, говорит, слушай, вот там мужик выступал, который говорит, что если размять живот, он говорит, слушай, что твои огуры знают. А вообще, если это происходит, он говорит, а если я найду мужика, который будет мять живот этому ребенку, он говорит, знаешь что, ничего это не поможет, нужна только операция, он говорит, а если поможет, тогда я съем шляпу или ложку хирургии. И он тут же позвонил в центр, узнал, кто из Харькова прошел, а только-только парень у меня закончил, вот так же прослушал, всего три дня прошло. Он набирает его телефон, прошел, прошел, я сейчас приеду, приезжает к нему и ставит перед ним задачу, я тебе сейчас дам ребенка, и ты должен размять ему живот. какой живот, я еще со взрослыми не работал, да вообще я боюсь всего этого, он говорит, тогда засрюю, выбор и нет. И вот он потихоньку, потихоньку, короче, размял живот, ребенок успокоился. На второй день размял, а на третий уже малыш не кричит, не орет, нормально, смотрит, все нормально, голова двигается, делает МРТ, никаких образований, ничего нет, надо на сферации отпало, и тогда он к хирургу приходит и говорит, где твоя шляпа, я хочу посмотреть, как ты ее съешь. Субтитры создавал DimaTorzok